Привет! Это запись семинара к второму занятию, посвященному PyTorch. Запись семинара на самом занятии не сохранилась по техническим причинам, но чтобы не оставлять людей без каких-либо материалов, был записан этот семинар. Приступим. Так, на этом семинаре мы будем изучать PyTorch, поэтому будем сравнивать его с TrampPy, смотреть то, какие функции есть у него. Также с помощью PyTorch тремя различными способами напишем нейросетевой модуль. Также прошу заметить, что для выполнения этого семинара потребуется GPU, а именно в среде выполнения сменить среду выполнения надо будет выбрать аппаратный оскоритель GPU. Так, запускаем первые три ячейки, которые дают нам более-менее одинаковый результат для запуска на любом ноутбуке. Вот. И приступим уже к сравнению с TrampPy. Если посмотреть на семинар прошлого занятия текущего, можно почти, практически не увидите разницы. Любая команда с TrampPy достаточно легко переходит в команду мидов торча. Это, конечно, сделано специально для упрощения работы с моделью, но, например, такая команда как array в торче не работает. Вместо нее у нас есть тензор. И это сделано специально, потому что основной объект в торче это тензор. Конечно, он не является таким же тензором, как в какой-нибудь теоретической физике. Больше это похоже на какой-то stack matrix, как matrix array или n-мерный массив в c++ или в Python. И вообще просто в программировании. И никак не связано с тем, что есть какие-то особые координаты, чтобы с ними работать. Точно также можно сказать и про функцию рандома. Но, конечно, в торче есть специальный модуль для работы с ратичными распределениями. Про него поговорим позднее, когда будем реализовывать dropout, где потребуется распределение пернуля. Матричные операции в пай торче работают примерно так же. То есть произведение, сложение поэлементное, матричное произведение и либо объектное, либо скалерное произведение точно также работают. А также всякие статистические функции работают примерно так же. Возвращаем минимальный, максимальный, либо слабо. Для того, чтобы изменять размер есть функции решейп. Также можно делать различные массивы, используя repeat и все остальное. Работа с индексами примерно такая же, как и в numpy. Можно добавлять двоеточие для того, чтобы смотреть на размер во всех, посмотреть всю ось. А также, если мы хотим увеличить размерность нашей воцензора, то мы можем использовать numpy объект под названием new axis. И таким же образом увеличивать размеры нашей модели на единицу в каком-либо месте. Также поговорим уже про вещи, как можно переносить вещи из торча в numpy и наоборот. Каждый объект tensor можно легко превратить в массив numpy, вызвав метод numpy. Точно так же любой массив из numpy можно превратить в tensor, используя метод from numpy. И так мы получаем более-менее одинаковые результаты. Сложение, умножение и прочие операции между numpy и торчом могут быть иногда невыполнимы. А иногда, если это какие-то скалярные значения, достаточно легко и просто выполняется. Поговорим теперь про одну из вещей, которую вспоминали на лекции, а именно работа с видеокартой. Обычно говорят про работу с видеокартами NVIDIA, потому что у них есть реализованный модуль CUDA. Он позволяет делать достаточно легко различные вычисления научные, связанные с спектрами. А в торче, то, что много где используются векторные вычисления, он тот же нам пригодится. Для того, чтобы отправить какой-либо тендер на видеокарту, мы даже нужны вызвать метод CUDA, а также который вернет нам новый объект, который как раз таки будет нашим новым тендером с выделенной памятью на видеокарте. Попробуем теперь костикуливать с ним операцию, например, сложение. Как мы видим, для операции с видеокартой нам требуется, чтобы все тенсоры находились на одном и том же девайсе. И нельзя использовать одновременно девайсы, которые находятся, как тензоры, которые находятся на видеокарте или на центральном процессоре. И чтобы сделать как-то эту операцию, просто хотя бы ее выполнить, несмотря на то, насколько она ужасно выглядит или нет, надо отправить, получить значение B на видеокарте, и пускай мы хотим куда-нибудь сохранить его уже, можно и нужно, скорее всего, будет применить метод CPU, который возвращает наше значение на центральный процессор. Поговорим про последнюю вещь, которую нам надо с фреймворка глубокого обучения, а именно вычисление градиентов. Как это реализовано в PyTorch? На любого тенсора мы можем навесить атрибут requiresGrad, который нам скажет, что при любых вычислений этого тенсора мы хотим получать градиент. PyTorch автоматически будет сдавать граф вычислений, и об этом нас поместит, когда мы будем получать стринговое представление нашего вектора, что у этого графа есть градиент, но при этом ничего не расскажет нам про само конечное значение. Но у этого конечного значения можно будет выбрать функцию backward, которая пойдет по всем нашим вершинам графа вычислений, найдет те, в которых есть requiresGrad, вычислит на нее нужный градиент, и добавит его в специальный атрибут град. Это градиент, эта функция направлена, это просто градиент нашей функции, вот и все. Но так он работает не только с обычными математическими операциями, но также и с функциями, которые реализованы в Torch, либо можно написать их самостоятельно, что мы и будем делать в дальнейшем на нашем семинаре. И для любых таких вот функций он может сохранить, так сказать, их обратную функцию, чтобы вычислять градиент было гораздо проще. Как мы можем заметить, что пока мы не вызвали функцию backward, то у нас еще нету никакого градиента на наших переменах. А как только мы ее вызываем, наши конечные функции output, мы получаем градиент во всех нужных нам переменах. И также важно помнить, что градиент можно вычислить то, что функцию backward можно вызвать только уже в скалярном значении, то есть имеющего size 0, точнее size 1. Что это size, точнее, что у него это просто число. Это работает из-за того, что если у нас было бы несколько выходов, то непонятно, как вычислять и градиент, чтобы уменьшать его. Потому что целевая функция — это в основном какое-то число. А также, что в основном все алгоритмы настроены на построение такого ацикличного графа с одним выходом. При одном прогоне, если это угарим уже про динамические графы. Про статические графы все происходит немного сложнее, и про это можно прочитать отдельно. Перепишем сейчас предыдущий семинар, на котором мы писали нашу нейронную сеть на NumPy. Мы используемся уже последней частью нашего семинара, когда мы познакомились с DataSatMist рукописными цифрами. Они еще долго будут с нами находиться. И попробуем переписать весь наш огроменный код NumPy, в котором мы искали градиенты руками. Попробуем переписать все это с помощью Torch. Итак, у вас, конечно, сейчас будет немного другой семинар в доступе. Но для того, чтобы, например, написать линейную функцию, все, что нам потребуется, это просто произвести матричное умножение и добавление нашего байса к нашим вычислениям. Также нам потребуется такая функция, которая будет замерять наши градиенты, потому что при каждом очередном вызове функции backward у нас градиенты не перезаписываются, а складываются. Зачем это сделано? Зачем это сделано? Почему, когда мы вызываем функцию backward, то у нас градиент не перезаписывается, а складывается? Для того, чтобы можно было выполнить такую штуку, как аккумуляция градиентов. Некоторые модели получают значительный прирост, когда их обучают с очень большим бачом. Обычно это модели трансформера. Но зачем мы вообще делим наш дата-сет на бачи, чтобы отправлять наши модели? Потому что все данные у нас топа не помещаются в память видеокарта. Чтобы хоть как-то справиться с такой проблемой, когда мы хотим одновременно получить как можно больше бач-сайз с минимальным количеством используемых кпу, можно использовать просто аккумуляцию градиента. То есть несколько раз вызывать функцию backward, чтобы она сложилась в наших градиентах, а только в какие-то неопределенные значения вызывать оптимайзер, чтобы спуститься дальше по градиенту. Подробнее про это поговорим уже на семинаре, посвященном инженерным теоретическим трюкам для обучения модели. Но это важно знать, что градиент не обновляется при вызове backward. Самую нейронную сеть мы будем делать самую простую, обычную глубокую сеть, в котором будут несколько линейных слоев, каждый из которых будет возвращать нам функцию, каждый из которых будет, выход каждый из которых будет отправляться в свою функцию активации, будь то фигмоиды, либо реву. А для получения вариантов класса будем использовать softbox, которая уже реализована в торче. Также не забываем обновлять все наши градиенты здесь. Также реализуем отдельно модуль для кросс-энтропии. Почему это не реализовано как в виде функции таким многостранным образом? Потому что так реализована в торче. Мы в дальнейшем сравним код, который мы написали с тем, что будет, если написать его с использованием более высокоуровневого торча. Но, как можно заметить, это точно такой же код, который был написан в семинаре по NumPy. Также не забудем запустить все эти клетки. Напишем обычный стокотический градиентный спуск для наших моделей. Создадим нашу небольшую нейронку. Закинем ей оптимайзеры. И воспользуемся примерно таким же кодом, который был у нас на семинаре по NumPy. Это единственное изменение, это применение функции zero-grad. А также небольшие косметические условности. Как мы можем заметить, тут мы написали нашу нейронку гораздо проще. Крадиенты посчитали самостоятельно. И нам не потребовалось все это трогать самостоятельно, чтобы это все написать. Перейдем теперь ко второй части. А именно написание этой нашей нейронки, используя высокоуровневый пайторч. Что вообще находится на высокоуровневом пайторче? А находится специальная штука, называется модуль. Это контейнер, содержащий в себе более простую абстракцию для написания слоев, моделей и остального. Что он дает нам? Когда мы создаем новый класс, родителям для которого является nn-модуль, то любой объект, созданный внутри него с именем nn-параметр, будет автоматически записан как параметр внутри нашей модели. И можно, вызывая метод parameters, получать генератор, который возвращает нам все нужные нам параметры, все тензоры с градиентами и с самими градиентами, а также то, что он для любого тензора пересоздаст его уже с requiresGradient. Также, добавив не только класс-линию, сделаем класс для бач-нормализации. Что мы хотим от бач-нормализации? Если посмотреть на алгоритм, то мы хотим отцентрировать наши данные, сделать это, конечно же, по нашему бачу. Это параметр, отражающий ось, на котором происходит вычисление среднего, либо среднеквадратичного, выделить на среднеквадратичное, а также вернуть нашей нейросети хотя бы какой-то смысл. Вообще, какими параметрами требуется делать бета и гамма, тут немного неправильно. Их надо делать не рандомными, а бета должны быть. То есть наша нейросеть с самого начала должна получать нормализованные данные. Даже не нейросеть, а выходящие слои. Они должны получить сначала более нормализованные данные. А если дальше в процессе обучения окажется, что настолько сильно нормализованные данные мешают процессу обучения, то тогда надо будет их прогонять дальше. Следующая вещь, которую мы будем реализовывать для... Надо будет реализовывать, это dropout. Здесь мы знакомимся с подмодулем торча, связанным с различными распределениями distributions, с помощью которого мы создаем генератор, возвращающий нам Берноллевские все значения. Берноллевское распределение — это распределение, которое возвращает нам единицу с вероятностью p какой-нибудь. А учитывая, что dropout мы хотим отправлять значение то, с какой вероятностью он будет убирать... убирать нейроны, то есть это будет в нашей маске 0, то мы отправляем ему инвертированное значение 1-selfp. Так мы получили генератор масок, состоящих из 0,1, в котором количество нулей равно... количество нулей равно вероятности p, равно числу p. и тут немного написано неправильный код, а именно место кода, которое у нас немного ограничивает наш модуль тем, что он должен работать только с моделью, отправленную на видеокарту. можно просто отправлять наш полученное распределение на тот девайс, на котором находится наша... его input, а именно девайс. А также нам потребуется увеличить сигнал, как это обычно объясняется, нам надо будет домножить сигнал значение 1 на selfp, потому что большая его часть, некоторая часть была потеряна из-за дропаута, и мы хотим вернуть стилу наших нейронов, вернуть среднее значение активации нейрона. Обединим эти три модуля в какой-то определенный блок, который будет вычислять наши фичи из датасета, из наших картинок, из датасета MIST. Какой вообще тут следует делать порядок? Ну, понятное дело, что бач-нормализация, что бач-нормализация, что в дропаут должны идти до функции активации. Почему это так? Про бач-нормализацию мы обсудили это на лекции, что почему, точнее нет, мы про бач-нормализацию не обсудили, почему мы не можем поставить это после функции активации, но это немного у нас объет сам вывод нашего нейрона, если мы говорим про какой-нибудь тирелу, который будет теперь у нас выдавать ноль, а какое-то случайное отрицательное значение, и при том, что оно будет постоянно меняться, в зависимости от того, как много значений было убрано. А если мы говорим про танха или сигмоиды, то точно так же будет немного убраны сами значения, которые выдает наш нейрон. А дропаут для какого-нибудь танха или сигмоиды будет выдавать какое-то странное среднее значение, там, где его не должно быть, или будет просто полностью отбрасывать вывод. А для релуу просто добавит еще несколько таких других нейронов, которые будут равны нулю. Поэтому имеет смысл, что дропаут, что батч-нормализацию отправлять до активации. А что мы можем сказать между ними? Батч-нормализация достаточно сильно базируется на том, если у нее зависит от статистик, которые она, от статистик в тех данных, которых она получает. Дропаут эту статистику немного нарушает. Поэтому требуется управлять батч-нормализацию перед тем, как отправлять данные к дропаут. Исходя из такого объяснения, получаем следующий у нас набор нашего блока. Сначала, применив линейную функцию, управляем все на батч-нормализацию, убираем часть данных, часть дропаут, и вызываем активацию на полученных нейронах. И, объединив эти блоки в какой-то небольшой наш, большую модель. Но оставив последний кусочек нашей модели, в качестве классификатора он будет нам выдавать вероятности классов, и мы получаем такую вот сниверситетку для классификации. Также она на модуль выдает такую простую вещь, что можно отправить всю модель на видеокарту, используя такой же метод, что для тензеров, то есть .cudo. И в самом модуле nn-модуль реализованы достаточно много различных лосс-функций. Это кросс-энтропия, средняя, квадратичная, средняя, либо средняя, либо мое. Также есть немного более специфичные, как L-дивергенция, 3-плот-лосс, но про некоторые дни будем говорить позднее. Также есть специальный подмодуль Optin, который реализует различные алгоритмы оптимизации. Это либо более-менее стабильный и старый SGD стахистический неприятный спуск, а так адаптивные алгоритмы, как AgaDelta, Adam, RMSProp. Для других алгоритм оптимизации надо уже искать, либо D-set самостоятельно, но всех реализаций достаточно просто пишется на торчем, либо легко найти их на GitHub, либо уже реализованы в каких-то фреймворках. И как я уже говорил, что все параметры, сделанные с помощью nn-модуль, можно получить с помощью метода параметров. Он возвращает генератор со всеми параметры этой модели, а также он возвращает не только параметры модели, которая была создана с помощью nn-параметра, но и любая другая, любой другой объект, созданный с помощью класса, являющийся сыном nn-модуль, будет точно также добавлять параметры в своего родителя. и точно так же допустим этот код, этот код, этот код, и точно так же с небольшими изменениями, кроме как на каком девайсе будет работать наш цикл обучения, будем обучать нашу модель для решения задачи нист. torch.device object is not available, not callable. Небольшая проблема с вот этой частью. Ну вот, у нас сеть точно так же обучается. Возможно, немного слабее, либо сильнее, чем предыдущие варианта. Конечно же, все эти вещи были уже свои, были реализованы в PyTorchем, поэтому мы можем легко их вызвать из модуля NN. Здесь уже есть линейный модуль, большая нормализация, dropout. Активации сделаны не как функции, а как отдельные модули, просто для процеды их использования и для возможности их в таком вот учетном виде. Это специальный модуль container sequential, который хранит блоки в последовательном виде и вызывает их друг от друга, делая так, что можно будет вызывать весь этот блок данных с помощью такого простого вызова и с помощью такого простого вызова. И даже можно будет объединить блоки sequential, блоки sequential и так далее. Также другим способом объединения создания списков словарей из модулей является использование класса модуль list либо модуль dict. Подробнее про это все можно почитать на странице документации торча и советую достаточно часто туда заглядывать при написании при решении домашних работ. Много может проясниться, если внимательно читать документацию. Также поговорим про системы логирования, которые можно использовать, потому что рисовать всегда графики это, конечно, интересно, но кода захламляется много. Особенно если мы говорим про обучение на GPU, мы это обучаем обычно не у себя, на ноутбуке, даже прямо сейчас. Мы обучаем все это где-то далеко на серверах, которые то ли в Европе, то ли в Америке. Но хотелось бы все равно получать какие-то результаты наших экспериментов и проводить их детальные осмотры и получать детальный отчет. Для этого есть специальные системы для логирования результатов. Основные это TensorBoard и OneDB. TensorBoard из-за слова Tensor очевидно, что был сделан для TensorFlow и часто ими используется. Но это система, которая позволяет сохранять какие-то численные значения для построения таких же графиков, как мы строили с помощью Seaboard. Но как по мне он менее удобный по ряду причин. Но для запуска в коллабе он вполне себе подойдет. В отличие от OneDB, который я предпочитаю больше, но работает он гораздо... Он работает только с подключением интернета и для запуска его на ноутбуке скорее всего придется немножечко постараться. Но внутри него есть много замечательных плюшек, как просто подбор гиперпараметров, сделанный с помощью BS-овских методов и система хранения результатов, которая позволяет находить их используя любое устройство, которое подключено к сети. для того, чтобы запустить TensorBoard у нас в ноутбуке воспользуемся загрузкой доп.модуля через load.ext и в Torch.js есть специальный класс SummaryWriter. Это и будет нашим логером, который мы воспользуемся в третий последний раз для записи результатов обучения нашей модели. ему мы должны задать папку, в которой будет храняться наша логи, то есть SummaryWriter будет сохранить их где-то локально относительно ноутбука, это будет где-то на сервере в нашем случае, и для того, чтобы записать наше значение, для райтера мы храним то, где мы хотим хранить, в какой табличке будем хранить это значение то, что это за значение у нас например это будет loss как здесь либо здесь либо метрика какая-то а также номер итераций в которой это все происходит как мы видим это немного упрощает наш код но не убирает ту часть связанную с построением графиков а где же сами будут графики а вот где они будут для запуска на сервере в терминале это будет отдельная команда которая запустит вам небольшой сервак которым вы будете стучаться и получать результаты а для запуска в коллабе можно применить просто вот такую вот функцию которая вызовет нам красивое оранжевое окошко пока еще нет ни одного активного цикла обучения так давайте же обновим графики рукой что-то успел сохраниться и да как мы можем заметить вот у нас проходит цикл обучения точно так же как и наша точность во время валидации и так далее достаточно удобная вещь для просмотра результатов экспериментов и она часто используется для этого и поговорим про небольшой такой спойлер про то потому что хочется уже дать как-то каталист людям чтобы хотя бы как-то отличаться от других курсов по диплёрнингу и немного про спойлер то что будет изучаться на следующем семинаре мы будем изучать немного каталист что какие функции в нем есть и что мы будем в нем писать и установив его также можно прокликать по этим ссылкам в семинарском ноутбуке если вы этого хотите и давайте посмотрим то как же вообще на нем реализуется вот это вот избавление от цикла обучения создадим нашу сетку точно так же и давайте воспользуемся уже более модным молодежным оптимизатором нашей сети адамом во-первых есть специальный подмодуль contrip в котором находятся различные методы дата-сеты которые написаны другими людьми для каталиста это сделать гораздо проще чем для патерча из-за размера комьюнити и поэтому можно пример реализовать модный алгоритм lookahead для обучения моделей или загрузчик датасет amnist так мы можем достаточно быстро подготовить небольшую площадку для обучения модели а как же ее вообще обучают есть специальный абстракция под названием runner который запускает наша модель у него должны прописаны быть два метода это то как он должен хандлить бач то есть как он должен его обрабатывать с помощью нашей модели и получать лосс и остальные метрики как например точность а именно точность топ-1 и топ-3 а также то как он должен преддиктить наши результаты по нашим бачам и как мы видим он просто должен это все запускать и мы не написали ни одного цикла здесь и не должны потому что это все будет сделано внутри нашего раннера который точно так же сохранит наши результаты в логере обычно это логер будет тензерфлоу тензерборд и также мы говорим о том какие данные откуда загружать посмотрим же на то как он обучает нашу модель берем эти графики и у каталиста немного другие будут вкладки для результатов и как мы можем заметить у нас есть под каждую метрику свои вкладки например для вкладки лоза и так ну вот мы видим что происходит на трение и на валидации с точностью точнее тут точность 3 она скорее всего будет около единицы всегда и во время эпохи на этом все что хотелось бы обсудить на этом семинаре мы обсудили PyTorch обсудили как написать нейросеять используя бэкэнд PyTorch используя просто тензеры и построение графов вычислений обсудили то как работать с торчом на более высоков уровнем написали несколько методов для регуляризации нейросетей такие как бетч нормализация и дропаут а также обсудили систему логирования и познакомились каталистам спасибо что посмотрели этот семинар вычислите и вот вычислите и вычислите